Добрый вечер! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы будем анализировать новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Льготные кредиты на покупку жилья могут заменить адресной господдержкой. Тем временем Беларусьбанк выдает льготные строительные кредиты. В Гомеле появился единый центр продаж квартир. И напоследок анализ цен на одном из гомельских рынков. А теперь обо всем подробнее. Льготные кредиты на покупку жилья. Реализует Беларусьбанк и Белогропромбанк. Спрос на эти кредиты превышает предложение. Что связано с уменьшением объемов строительства жилья по госзаказу и за счет бюджетных средств. Такие кредиты своеобразная альтернатива для тех, кто имеет право на льготы. Произведено региональное распределение лимита. 50% у нас пойдет для граждан, которые являются ветеранами боевых действий на территории других государств. Это 1 миллион 120 тысяч и 1 миллион 120 тысяч для граждан, которые состоят на очереди нуждающихся. В этом году в Гомельской области построят почти 400 тысяч квадратных метров жилья. Из них всего 20% по госзаказу и за счет бюджета. Остальное за собственные средства граждан. Вообще льготное кредитование жилья в Беларуси могут заменить кредитованием на рыночных условиях с дальнейшей адресной поддержкой. Например, человек получает на строительство квартиры коммерческий кредит. Потом государство выделяет субсидию. Точный механизм пока находится на стадии разработки. Сматривается в правительстве вопрос о том, чтобы гражданам этим выделялись субсидии на погашение части процентов за нельготные кредиты. Ну, по сути, так скажем, если процент 25%, а в указе под 5%, то примерно на 20% государство субсидиями будет погашать человеку эти проценты. Возможно, таким способом можно будет возобновить кредитование строительства частных домов. Как известно, льготные кредиты на это перестали выдавать еще два года назад. Причина – отсутствие у государства финансовой возможности. Многие люди, успевшие построить необходимые для получения льготного кредита 15%, вынуждены были заморозить стройки. Продолжение строительной темы. Это новость для тех, кто собрался купить новую квартиру или построить. Тратить время на поиск подходящей больше не нужно. В УКСе Гомельского облсполкома организовали единый центр продаж квартир. Каждый желающий может получить информацию о многоэтажках, которые уже построены в Гомеле и районе, либо значатся в планах на ближайшие год-два. Необходимость создания такого центра назрела давно. Раньше потенциальным покупателям порой приходилось буквально обходить все стройплощадки и стучаться не в один кабинет, чтобы собрать исчерпывающую информацию о новостройках. Сейчас обо всем можно узнать у специалистов центра. А также получить список необходимых документов, информацию о банках, кредитующих жилищное строительство и узнать о планах застройки на ближайшие годы. Интересно, что со временем здесь появятся и адреса строительных магазинов, которые готовы предоставить скидки новоселам. Мы можем рассказать о ценах на квартиры, о площади. Опять же, можем предоставить информацию, какие есть планировки квартир. Человек может выбрать. И мы также можем предоставить информацию о банках, которые предоставляют именно кредиты на строительство приобретения жилья. Всю информацию можно получить в областном УКСе по адресу улица Белецкого, 7 или по телефону городской 75 52 67, мобильный плюс 375 44 505 66 53. К слову, в этом году деньги граждан на приобретение и строительство жилья планируется освободить от декларирования и налоговых претензий. И еще немного о налогах. 1 марта – крайний срок подачи декларации по подоходному налогу с физических лиц. А последний день уплаты налога – 15 мая. Кого же ждут в налоговых инспекциях в этом году, напомнит специалист. Если физические лица получили доходы в течение календарного года от продажи, либо иного возмездного отчуждения, допустим, двух и более автомобилей в течение календарного года, вес которых не превышает 3,5 тонны, и количество мест сиденья, помимо водителей, сиденья не превышает 8. Также физические лица, которые получили доходы от возмездного отчуждения автомобиля весом свыше 3,5 тонн, также предоставляются декларации. Ну, это, допустим, грузовик. Если физическое лицо реализовало в течение года автомобиль, сиденья которых превышает 8, то есть, допустим, это автобус в таком случае, в обязательном порядке, опять-таки, предоставляется декларация по подоходному налогу. В случае получения доходов от возмездного отчуждения объектов недвижимости в течение пяти лет более одной квартиры, более одного садового домика, более одного жилого дома, в обязательном порядке предоставляется декларация по подоходному налогу. Если, допустим, физическое лицо реализовало в 2013 году квартиру, в 2014 году, один садовый домик, а в 2015 году, допустим, дачу, то в данном случае декларация по подоходному налогу не предоставляется. В обязательном порядке предоставляется декларация по подоходному налогу физическими лицами, которые в течение года получили дарение от физических лиц в сумме 4947 рублей и выше. Если такие доходы получены от близких родственников, то декларация по подоходному налогу не предоставляется. Если физическое лицо получило доходы от источника выплаты, на которого не возложена обязанность удержания подоходного налога, то в данном случае физическое лицо опять-таки обязано представить декларацию. Таким доходом можно отнести реализация доли уставного фонда на предприятии. А теперь о ценах на продукты на гомельском рынке. На этот раз наша съемочная бригада отправилась на Прутковский. В будний день, да еще очень морозный, продавцов фруктов и овощей было мало, как и покупателей. Хотя и в выходные очередей почти нет, говорят продавцы. При этом свои цены называют вполне адекватными. Итак, хурма, лимоны, мандарины стоят по 3,5 рубля. Киви, гранаты и помыло по 3. Яблоки от рубля 30 копеек до полутора. Апельсины, груши и бананы 2,5. Самый дорогой виноград от 8 до 8,5 рублей. Пекинская капуста 1,5, помидоры и огурцы 5,5, перец 6,5, шампиньоны 6 рублей за килограмм. Но одними фруктами и овощами сыт не будешь. Поэтому мы зашли и в мясной павильон. Тазобедренная часть свинины стоит от 9 рублей, шея от 8 и почти до 11. Корейка свыше 11 рублей, сало почти 8,5. Бюджетная свиной рагуа 2,5 рублей до 3,20. Свиной фарш 7,8, говяжий 6,5. Свина говяжий почти 7, говядина около 10 рублей, говяжий язык чуть менее 12. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова